всем привет сегодня опять таки хочу похвастаться своим очередным приобретением это алмазная точилка камушек купила его в киеве уже у одного нажимана как он сказал купил несколько штук друзьям себе один из друзей сказал что ему проще отдать кому-то на заточку чем самому в общем продал по бросовой цене там грех было не взять и как бы это разнообразит мои заточные приспособы какие у меня есть так вот сейчас покажу чем я пользовался но все ножи которые у меня так сказать фолдеры я еще самостоятельно не точил а только вот правил на такой досточки вот такими вот пастами белая и синяя белая грубее синяя чуть мягче так сказать и пользовался вот такими вот таким керамическим мусатом но так как фолдеры не требуют частой заточки и покупать себе что-то какие-то апексы это ну может еще до этого не дорос а вот кухонники требуют заточки чаще и если раньше я пользовался ну не стал я уже показывать эти бруски там китайская какие-то дешевые вот купил вот этот вот вот этот вот брусочек сейчас я вам его покажу как он выглядит значит вот так вот в такой коробочке вот резиновые такие держатели чтоб по столу не ерзали ну в принципе я еще не точил на этом брусочке не пробовал но думаю что будет держаться для лучшей заточки там рекомендовано либо мыльным раствором либо водичкой его уже какой-то сколик водичка его смачивать ну и после заточки ножа его промыть почистить старой зубной щеткой в инструкции которая здесь есть там все написано в принципе называется этот камушек под номером т.о. 831 д как-то она вроде бы тай-ди-а тай-ди-а вроде бы в общем читал я тоже об этом камушки что нормально начинает не рвать сталь а так подтачивать этот когда надо несколько раз уже что-то там поточить там какой-то нож совсем убитой кромкой потом уже он более становится не таким агрессивным значит что у нас получается 360 и 600 зернистость или как правильно выразиться ну да грубая 360 и тонкая 600 двусторонний алмазный то бишь вот это 360 это 600 или наоборот в общем почитаем инструкцию еще разберемся значит по цене я жарю мне обошелся 350 гривен в магазинах я видел он продается по 550 то есть 200 гривен человек как бы сбросил там наверняка свои то что он потратил в китае отбил ну сделал такую небольшую приятную вот такой приятный момент как для меня купился ну теперь остается только дерзать заточное дело точить свои кухонники для фолдеров это не годится потому что убьете и я сам убью я хоть и с ножами проработал всю жизнь но ножи это были ну такие простенькие точили мы их просто там на отечественных советских камнях еще или какие-то дяди гриши нам точили на машинке на шлифовальной но это вот себе для дома для кухонников опять же повторюсь люди пишут что не вздумайте точить там свою любимую крысу или какой-нибудь бак или не дай боже дорогущую спайдерка на ней угрохать то есть это для кухонников или же вот если у кого-то там сильный скол на фолдере и его надо чем срезать режущую кромку то вот это для него потом уже на толковых камнях там все это довести но это если кто занимается этим там увлекается очень серьезно я пока свои фолдеры точить вот так вот и перетачивать не буду потому что руки еще крюки угол надо уметь держать а вот подправить подправить у меня есть для этого и досточка и пасты и мусатики что в принципе мне хватает с головой так что вот такой сумбурный спонтанный обзорчик линеечку приложим так сказать для у нас тут получается 15 сантиметров 15 сантиметров длина 6 половиной ширина ну и тут пол сантиметра с торца вот такое вот чудо китайской ножевой индустрии заточную как эти алмазы алмазы играют да там я где-то видел фото макросъемка или что-то там ну прям такие камни камни такие вкрапленные сюда по отзывам опять же что рвет точит стали отменно хорошо смачивать водой по сухому не надо водичкой и ваши кухонники приобретут новую жизнь на кухне ну главное потом предупредить домашний чтоб как это обычно бывает тупыми ножами не режутся как только наточил все перебинтованные пальцы вот так вот спонтанный анбоксинг обзорчик все на этом всем пока